Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. У нас интервью. У нас на канале было уже много встреч с интересными, умными, глубокими, состоявшимися людьми. Не сомневаюсь, и дальше будет много встреч с такими же замечательными людьми. Но я очень надеюсь, что больше мне не придется беседовать с замечательным человеком, который просидел в тюрьме 28 лет, будучи приговоренный к пожизненному заключению. Джонатан Поллард родился в Соединенных Штатах в 1954 году в еврейской семье. Он рожденный американец. Работал в системе военно-морской разведки в Соединенных Штатах. Был в 1985 году арестован и в 1987 году приговорен к пожизненному заключению за передачу секретной разведочной информации в Израиле. Защита Полларда и САМОН на суде утверждали, что, во-первых, эта информация была передана стране, которая является официальным союзником Соединенных Штатов, а вовсе не противником. Есть соответствующий меморандум, в соответствии с которым, прямо скажем, Соединенные Штаты, по мнению защиты, должны были бы эту информацию передать сами. В частности, Полларда, конечно же, не рассекречена. Даже в ходе суда это не было рассекречено, хотя процесс был открытый. Что в числе тех сведений, которые Поллард придал в Израиль, были информация, полученная американской разведкой, о поставках советского оружия в Сирию, об иракском и сирийском химическом оружии, о проекте создания пакистанской атомной бомбы и о ливийских вооружениях, ливийских системах ПВО. Тем не менее, суд, как я уже сказал, выписал пожизненное заключение. Скажем так, правительство Израиля никакой помощи не оказывало в этом всем этапе в то время. В дальнейшем прошло, как вы понимаете, много-много лет. За освобождение Полларда выступали многие общественные силы в Израиле, общественные активисты в Соединенных Штатах. В том числе с призывом помиловать и освободить Полларда выступили бывшие директоры ЦРУ, бывшие председатели Сенатского комитета по разведке, бывшие министры обороны, но все в отставке они, естественно, были, и два бывших тоже госсекретаря и другие люди, множество конгрессменов, в частности, генеральный прокурор, опять же, в отставке прокурор США Майкл Мукаси, в письме Обаме написал, «За 18 лет моей работы прокурором я отправил к пожизненному заключению только четырех обвиняемых. Два были убийцами и два были террористами. Преступление Полларда даже близко не приближается к тому, что делали они им». В конечном итоге, отсидев 28 лет в тюрьме, в 2015 году Полларда помиловали, пять лет он был ограничен в праве выезда из страны, но из тюрьмы уже вышел. В 2020 году выехал в Израиль, где, естественно, получил израильское гражданство, где сейчас в Иерусалиме и живет, ведет довольно активную общественную деятельность. И последнее, прежде чем мы предоставим слово нашему уважаемому гостю, хочу пояснить, что это интервью мы записывали в четверг 30 ноября, то есть за день до того, как сделка с Хамасом была расторгнута и операция, военная операция в Газе возобновилась. Ну а теперь к делу. Уважаемый господин Поллард, у меня к вам, конечно, много вопросов, связанные больше, главным образом, с проблемами западного мира, Соединенных Штатов, как центра западного мира, но начать я, конечно же, хочу с того, что происходит сейчас, происходит в Израиле, к чему приковано всеобщее внимание, это так называемая сделка об освобождении заложников, соглашение о прекращении огня с Хамасом. Как известно, вы были с самого начала категорически против этого. Поясните, пожалуйста, почему и не изменилась ли ваша оценка этого сейчас? После октября 7 октября, когда военный кабинет объявил войну Хамасу, сложилась новая атмосфера, в рамках которой проведение мирных протестов и других публичных акций, которые были бы приемлемы в нормальное время, стали невозможны. Объявление перемирия подрывает этот дух, подрывает эту атмосферу, которая возникла на волне преступлений, совершенных Хамасом. Для того, чтобы была причина, почему Хамас захватил заложников, для них это была форма страховки, которая обеспечивала их выживание. И эта стратегия, она вписывается вполне в стратегию как левых за рубежом, так и тактику левых здесь, в Израиле. Для того, что Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Хамас был уничтожен, а левые в Израиле видят в этом кризисе с заложниками замену той войны, которую они вели до кризиса, пытаясь противостоять реформе судебной системы в Израиле. Американцам перемирие нужно для того, чтобы снизить или свести на нет наши военные операции, которые мы проводим против Хамаса. Для того, что левые и американцы, и, к сожалению, семьи, члены которых были взяты в заложники, хотят, чтобы целью главной задачи номер один военной операции было освобождение заложников. И это прекрасно вписывается в стратегию Хамаса. Почему? Собственно, задача Хамас, и перемирие в этом смысле вписывается в эту задачу Хамас, максимально затянуть войну, таким образом нанося Израилю огромный экономический ущерб, потому что наша армия состоит из резервистов, а не призывников. И поэтому рано или поздно мы не сможем продолжать военные действия, потому что нам надо будет возобновить функционирование своей экономики. Вторая задача по затягиванию войны для перемирия заключается в том, что в результате в Газу прибудут американские и европейские представители гуманитарных служб. В частности, французы уже завозят в Хан-Юнис полевой госпиталь. Хан-Юнис – это штаб-квартира Хамаса, где находится руководство Хамаса, и поэтому это сделает невозможным проведение военных действий в этой зоне, поскольку под угрозой оказываются жизни американских и европейских представителей гуманитарных служб. Меня, конечно же, беспокоит судьба заложников, но, с другой стороны, мы должны понимать, что спасение их становится средством для того, чтобы подорвать наши усилия по уничтожению Хамаса свести на нет. И я понимаю, конечно же, обеспокоенность семей, члены которых находятся в заложниках. Я понимаю, но война есть война. И когда я разговаривал недавно с одним из членов семьи, у которой есть родственник-заложник в Газе, я спросил, во что вообще не наплевать на то, что это приведет к нашему поражению. И он сказал, мне абсолютно наплевать на то, что это, на наше поражение в Газе. Когда-то советский маршал и стратег Тухачевский, которого я довольно много изучал, заявил о том, что когда начинается война, то армия должна сосредоточиться только на одной цели. Есть много аспектов войны, экономический, политический, но для армии должна быть только одна цель – уничтожение армии противника. Эту же мысль повторяли и другие великие российские полководцы – Суворов, Кутузов, Конев. Собственно говоря, это же говорили и немецкие генералы, американские генералы, британские генералы, и французские генералы. Когда война началась, закрой рот и сосредоточься на своей задаче. Превращают ли меня эти слова в бессердечного монстра, которому наплевать на наших людей? Нет. Просто в этот момент я становлюсь солдатом и забочусь о выполнении своей профессиональной задачи. Когда члены семей выходят на протест здесь, в Израиле, это приемлемо. Но когда они начинают выступать, давать интервью иностранным телекомпаниям, когда они начинают по интернету связываться с представителями зарубежных СМИ, это становится совершенно неприемлемым. И вот почему мы избираем наше руководство, задача которого – принять желание для достижения цели большинства за счет цели меньшинства. Я это не придумываю, не выдумываю. Это было всегда так. Поход является этичным, поскольку когда противник начинает играть на ваших чувствах, на ваших ценностях и использовать их в своих целях, то рано или поздно нужно задать себе вопрос, почему я это делаю, для чего я это делаю и каковы будут последствия. Я думаю, что вся страна сейчас жертвует, идет, несет жертвы, и в частности мы рискуем жизнями наших солдат. Мой двоюродный брат сейчас воюет в Газе, и я не хочу, чтобы в результате того, что благодаря перемирию плотиник смог перегруппироваться, перевооружиться, переподготовиться, его жизнь оказалась в опасности. Западная цивилизация – это очень хрупкое творение. Тысячелетия ушли на то, чтобы разработать законы, обычаи, гуманистические традиции, которые стали основой западной цивилизации. Но сейчас мы не говорим о столкновении цивилизации, про которую писал Самуэль Хантингтон. Сейчас речь идет о столкновении цивилизации, нашей цивилизации, с варварством. И надо нам задаться вопросом, насколько мы готовы пожертвовать, подавить, отказаться от этих ценностей для того, чтобы разгромить варварство. Марк, мы, конечно же, не должны становиться такими, как наши, не должны превращаться в наших врагов, становиться такими, как они. Но когда мы имеем дело с такими варварами, как ИГИЛ или Хамас, нам нельзя давать им пощады. Мы должны подавить в себе те гуманитарные, гуманистические чувства, которые были воспитаны в нашей цивилизации в течение тысячелетий для того, чтобы спасти ее. Посмотрите, ведь враг уже не у ворот, враг уже внутри города. Если вы посмотрите на те демонстрации, которые проходили в Берлине, Нью-Йорке, Париже, защиту Хамас, вы понимаете, что уже враг проник в город. Он уже прорвал нашу защиту, нашу линию защиты. И он находится внутри, и нам надо спасать свою цивилизацию. Если бы мы отдавали приказы Хамасу о том, чтобы он освободил заложников, вместо того, чтобы начинать с ним переговоры, у меня не было бы никаких проблем по этому поводу. Но дело в том, что мои предки с обеих сторон, они приехали из России. И у них я научился одному, что наступают моменты, когда вам надо отказаться от праве приличия и вести себя неприлично. Вам надо перестать слушать голос разума, вам надо скрепить сердце, возможно, сжать зубы, но делать то, что надо для спасения. Я знаю, что многим не нравится то, что я говорю. Но сегодня я был в Тель-Авиве, я поехал туда по делам, и там меня узнали, и меня окружила группа солдат. И они благодарили меня за то, что я делаю, потому что таким образом я помогаю им достичь победы. И для меня важна только их благодарность. Это вопрос морального выбора. И я уже сталкивался с этим вопросом 38 лет назад, когда мне надо было сделать выбор между соблюдением законов закона или же делать то, что предполагает моя... выполняя, следовать той ответственности, на которую меня налагает принадлежность к моему народу. И я сделал этот выбор и никогда не сомневался в том, что я поступил правильно. Иногда правительствам приходится принимать непопулярные решения. И у многих людей возникает вопрос, почему, ведь все против. Но есть ситуации, когда это становится фальшивой предпосылкой, когда вы путаете популярное решение с правильным решением. И правильное решение в данном случае важно, и все другие позиции неправильны. Господин Полот, мы с вами обсудили, ну, в какой-то степени, действия израильского правительства. А сейчас я хочу задать вопрос по поводу действий руководства ведущих стран Запада. После 7 октября наблюдается небывалая активность. Сюда приезжают, приезжают. Блинкин сейчас опять в очередной раз в Израиле. И все хором, европейцы, Соединенные Штаты, все хором повторяют заклинание о том, что надо срочно создать палестинское государство на территории еврейского государства. И это приведет к миру. Мы уже не первое десятилетие это слышим. Я хочу с вашей помощью понять, в чем дело? Они не понимают, они не хотят слышать наших аргументов, или это просто проявление скритого антисемитизма? Дело в том, что, конечно же, элемент антисемитизма всегда присутствовал в западной цивилизации. Но сейчас происходит смена поколений. Уходит поколение, которое помнит Вторую веровую войну и которое помнит ужасы того, что совершили немецкие фашисты, и у которого автоматически в связи с этим есть чувство вины перед евреями, и которое помогло созданию государства Израиля и поддержке его. Сейчас приходит новое поколение, у которого совершенно другие ценности, и у которого появился... которые сменили нарратив. Вот эти студенты, которых вы видите, которые выходят на демонстрации, и другие участники протестов, у них сложилась довольно неожиданная парадигма. Если ты силен, ты не прав. Если ты слаб, то ты всегда прав. Правда на твоей стороне. Кроме того, существует элемент расизма. Дело в том, что элиты западных стран они почему-то рассматривают нас, считают нас, жителей Израиля, белыми поселенцами, которые колонизируют территорию. Они не понимают, что половина населения Израиля это выходцы из стран Ближнего Востока и даже Эфиопии, так называемые фалаши. Поэтому тема расы сейчас стала так называемой третьей дорожкой. И они пытаются... Теперь они испытывают чувство вины за свои преступления, когда они были колонизаторами и имели колонии, и совершали всякого рода несправедливости по отношению к жителям этих колоний. И именно это определяет их подход и к нам, Израилю, как к белым поселенцам. Дело в том, что у нас же в Соединенных Штатах это чувство вины связано не с прошлым, не с нашим колониальным прошлым, хотя у нас была колония под названием Филиппины, и даже не столько с рабством, которое у нас было. Нынешнее настроение умов в Америке есть некая амальгама самых разных философских течений XX века. Марксизм, крайне левый либерализм, здесь мы называем его прогрессивизмом, и они постоянно углубляют и расширяют понятие вины. И эта вина заключается, например, в том, что если вы процветаете, если вы богатая страна, значит, вы виноваты в том, что кто-то беден, потому что вы богаты за их счет. Если вы белый, то автоматом вы виноваты за все преступление, которое совершила белая раса. И это учение, оно не столько написано в книгах и преподается в школах, сколько оно распространяется на улицах. То есть это так называемый прогрессивизм с кулаками. Вот почему среди активистов, которые реализуют эту философию, так много бывших людей, которые выросли на улице. Это Black Lives Matter или Антифа. И они... И эта философия, это мышление, эти идеи, они проникли в правительство. В частности, люди, которые сейчас находятся у власти, например, Тони Блинкен, он совершенно лишен всякого здравого смысла. И когда они говорят о создании палестинского государства, они, конечно, лишь усугубляют проблему. Недавно мы проводили опрос на территориях западного берега Иордана, где общественное мнение полностью поддерживало действия Хамаса, радовалось нашим жертвам и всячески одобряло наше... поощряло действия к тому, чтобы мы страдали еще больше. Мистер Полот, я много раз слышал подобное объяснение, и я их до конца не понимаю. Если эти люди очень добрые, они поддерживают слабого, когда слабого обижает кто-то сильный, то разве же не должна была бы такая позиция, привести их к поддержке Израиля, крохотного государства, окруженного огромным арабским, в более широком смысле огромным мусульманским миром, который на протяжении 50 лет отчаянно, ну, больше, прежде 50 лет, сражается за свое существование. Дело в том, что Израиль сегодня воспринимается как союзник Запада, как союзник США, а следовательно, как соучастник тех грехах и преступлениях, которые совершал Запад и продолжает совершать в глазах этой общественности. И, в частности, вот все те ужасы, которые описал в своей книге «Проклятием заклейменный» Франц Фанон, они теперь приписываются, ответственность за них приписывается и «Израилю». И, соответственно, надо еще отметить и то, что ислам — это очень имперская религия. Это религия, направленная на подчинение других. И Гитлер выразил даже в свое время сожаление, что не знал об исламе раньше, потому что ислам — это лучшая философия, лучшее учение, лучшая религия для захвата мира. И сегодня мы можем сказать о формировании очень странной коалиции «Черно-зелено-красный». «Черное» — это традиционные фашисты, которые, разумеется, антисемиты. «Зеленое» — это ислам с его идеологией, которая, конечно же, ставит своей целью «Уничтожение государства Израиль». И «Красное» — это прогрессивисты. Я бы даже не называл их коммунистами, потому что они не знают, что это такое, поскольку вся их идеология не обоснована на сколько-нибудь серьезных книгах. У них нет своих философов. Они получают свою информацию небольшими кусочками по интернету или по ТикТоку. Поэтому, когда школьники выходят на улицы Нью-Йорка и кричат, что Палестина от реки до моря должна быть свободна, они не понимают даже, о чем они говорят. И с ними очень трудно спорить. Они не знают о том, что мы не колонизаторы, мы вернулись на свою землю. Поэтому я бы добавил сюда еще и так называемую тиктоковскую группу, то есть флагом которой является цвет радуги. И вот этот флаг со цветом радуги плюс черный, зеленый и красный. Вот это вот есть окраски этой идеологии. Я понимаю, что очень трудно ответить на ваш вопрос на рационально, потому что мир, скорее всего, сошел с ума. Когда я был студентом, то нас учили говорить полными предложениями. Некоторые из нас даже были способны говорить параграфами. А мои лучшие из нас могли бы просто произносить некое эссе, когда мы изучали риторику. Сегодня сегодня же люди говорят фразами. И с ними очень трудно спорить, потому что эти фразы позаимствованы из социальных СМИ и которые являются собственно сигналом их политической принадлежности. И сегодня в университетах не учат критическому мышлению. Сегодня в университетах занимаются индоктринации нашей молодежи. Когда я учился в университете, я читал французского философа Жака Элюра, который являлся специалистом по пропаганде. Так вот, он сказал тогда одну очень правильную вещь, что задача пропаганды не заставляет, это не заставит человека задуматься. Задача пропаганды в том, чтобы человек пошел и начал совершать какие-то действия. А уже совершив эти действия, человек начинает искать оправдания им, и в результате он принимает то, что ему говорится. Именно поэтому вот эти действия исламистов и прогрессивистов на Западе в целом, но и в Америке, они как раз и свидетельствуют о том, что вот когда эти люди выходят с намерением что-то разрушить, с намерением кого-то побить, или просто когда они кричат лозунг «Палестина будет свободной от реки до моря», они на самом деле не понимают, что это говорят, что они говорят, а уже потом, когда им нужно найти объяснение, почему они это скандировали, они говорят, ну понятно, потому что израильтяне это белые колонизаторы, которые захватили земли людей с другим цветом кожи. И тактика этих людей это пропаганда, индоктринация и повторы. Недавно я прочитал замечательную статью, где Нью-Йорк Таймс, газета Нью-Йорк Таймс была сравнена с советскими газетами «Правда и известия». Это была очень хорошая статья, но, в частности, там говорилось о том, что иногда «Правда и известия» более объективно сообщали факты, чем Нью-Йорк Таймс, потому что задача нынешнего поколения СМИ является не в том, чтобы говорить факты, а в том, чтобы подавать информацию, формировать мнение и через это мнение воспринимать те или иные факты. И я думал, что с наступлением интернета ситуация станет проще, и люди смогут сами добираться до фактов, но интернет лишь ухудшил это, потому что в результате, благодаря такому огромному объему информации, который можно подчеркнуть в интернете, люди выбирают то, что им более близко, и в результате интернет превращает это все в так называемую эхо-камеру, когда вы читаете и слышите лишь то, что хотите услышать, что подтверждает вашу позицию, ваше мнение. Окей, господин Полот, а то, о чем мы говорим, то, что говорите вы, давным-давно было описано Владимиром Ильичем Лениным известнейшим определением «полезные идиоты». Но я хочу напомнить, что когда рухнул Советский Союз, когда Советский Союз перестал финансово и организационно поддерживать коммунистические партии движения на Западе, как-то стремительно выяснилось, что полезные идиоты были не совсем идиотами, что большая часть была просто на содержании у Советского Союза, в том числе КГБ СССР, в своих действиях не было ничего глупого, а был совершенно циничный расчет получения денег. Может быть и сейчас так называемые нынешние полезные идиоты это просто агентура богатого арабского мира, который свои миллиарды, сотни миллиардов нефтедолларов вкладывает в создание этих настояний. Моя жена и я живем рядом с домом премьер-министра. Это имеет свои преимущества, потому что у нас довольно хорошо обеспечена безопасность, но с другой стороны это имеет недостаток, потому что бывает иногда очень шумно, когда проводятся очередные акции протеста. Как-то раз я вышел на улицу и увидел большое количество школьников, которые скандировали лозунги, они меня узнали, они мне стали говорить «Привет, Джонатан!» и дальше я стал задавать им вопросы. Почему вы сюда пришли? Они сказали «Потому что нам сказали приехать учителя». Что это у вас в руках? Это напечатанные тексты лозунгов, которые мы должны скандировать. Учителя сказали, что мы должны спасать демократию в Израиле. А вы откуда? Они назвали какое-то городишко, которое находится довольно далеко. А как же вы сюда приехали? Они показали мне билеты на поезд, на такси, на автобусы, которые им были заранее оплачены. Я спросил «А вы уже поели? Нет, но вот у нас есть ваучеры в местные рестораны». Я спросил у них «А где ваши девушки?» А, вы знаете, им выдали билеты в дорогие самые роскошные клубы танцевальные, и они сейчас уже ходят туда, выискают, куда им пойти. То есть 100% этой поездки этих... 100% действий этих школьников, протестующих за демократию, были оплачены. Более того, я подошел к водителям автобуса. Обычно наши водители очень консервативны. Я спросил «Зачем вы привозите этих левых в город Иерусалим, Иерушалай?» На что водитель показал мне на свой кошелек, мне хорошо за это заплатили. То есть иными словами, здесь вертится много денег. И вы заметили, наверное, что после 7 октября, после событий 7 октября на Западе одновременно начались многочисленные демонстрации. У людей в руках были флаги, написаны были плакаты, лозунги были уже созданы, разработаны новые лозунги, люди были организованы. Это все требует денег. Конечно же, это деньги, поступающие от арабских монархий Персидского залива, а также от Ирана, но и в немалой степени это деньги, поступающие от богатых прогрессивистов. В первую очередь, конечно же, Джорджа Сороса, который тратит огромные миллионы на проведение таких антиизраильских мероприятий. То есть, не путайте, пожалуйста, вот этих сегодняшних протестующих с теми людьми, которые поддерживали так называемое движение за гражданские права негритянского населения Соединенных Штатов в 60-е годы. Это что-то разное. Господин Полот, я вас слушаю, вспоминаю моего дедушку, конечно же, покойного, Максим Ильич Коричмир, его звали. Дед постоянно повторял, «Деганце в Элд, гейтсу грунт», «Весь мир катится в пропасть», в переводе с «Идушем». Прошло много лет, я уже сам дедушка, мир еще не развалился, и я надеюсь, что не все так мрачно. Вы многократно говорили о том, что Израиль может отказаться от военной помощи Соединенных Штатов, если я правильно вас понял, и даже должен это сделать, и должен опираться прежде всего и главным образом на свои силы в противостоянии с экстремистскими арабскими силами. Так ли я вас понял, и почему вы придерживаетесь такой позиции? Когда вы что-то кому-то даете, вы тем самым превращаете этого человека в своего раба. Дело в том, что деньги, которые мы якобы нам дают, мы их не получаем. Они идут на содержание американского ВПК. То есть эти деньги, которые десятки миллиардов долларов, они остаются в Соединенных Штатах. они тратятся на то, чтобы создавалась американская военная промышленность, развивалась. Это можно сравнить с неким пособием по безработице, на котором человек начинает становиться зависимым от этого пособия. Дело в том, что кроме этого мы видим, что у Соединенных Штатов есть явная задача разрушить нашу израильскую оборонную промышленность. чтобы мы сами не производили свое вооружение, а зависели от Америки. И здесь есть еще один элемент, небольшой такой крючок, на который они подсаживают нас. Все страны, которые покупают американское оружие, рано или поздно будут нуждаться в американских запчастях. И тогда Америка может сказать, что вы знаете, у нас нет больше запчастей для вас, если вы не сделаете то-то, то-то и то, что мы хотим, чтобы вы сделали. Дело в том, что у нас в Соединенных Штатах в 60-е годы президент Лэндон Джонсон провел политику так называемого великого общества, которая привела к тому, что чернокожие, бедное чернокожие население стало регулярно получать пособия по безработице, а также талоны на питание. В результате выросли целое поколение чернокожих людей, которые никогда не работали и, собственно говоря, зачем они должны работать, если правительство за них все платит. Но при этом есть небольшой крючок правительства, а именно демократы, как каковым был Джонсон, время от времени перед выборами напоминает о том, что если вы хотите получать вот это бесплатное питание, эти пособия по безработице, то вам надо голосовать за тех, кто вам это дает, то бишь за демократов. Соединенные Штаты являются империей. Она немножко другая империя, чем те, которые были раньше, но это все равно империя. Мы древний народ, и мы имели дело в течение своей истории со многими империями, и никогда наши отношения с этими империями хорошо не заканчивались. Для того, что мы можем разрабатывать и создавать собственное вооружение, мы можем это разрабатывать в сочетании совместно с другими соседями, другими странами, например, с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сингапуром. Мы не должны зависеть от страны, у которой нет постоянных союзников, а есть постоянные интересы. Дело в том, что мы, евреи, слишком много времени провели в изгнании, две тысячи лет, и за эти годы у нас выработалась привычка просить о чём-то. Мы просили царей, королей, вместо того, чтобы научиться стоять на своих собственных ногах. И мы должны избавиться от этой порочной традиции, которая сложилась в нашем сознании. Вот, например, если налогоплательщики платят налоги, и на эти деньги разрабатывается новый вид оружения, создаются новые танки, то они имеют право спросить у своего правительства, а почему это вдруг на нас летят ракеты и толпы зомби бегут на наши города. А когда у граждан нет ощущения того, что они имеют право спросить, где оружие, потому что оружие поставляется Соединёнными Штатами, то это даёт нашим политикам возможность постоянно оттягивать решение этого вопроса. У них есть масса даже таких словечек, например, управление противником или регулярная стрижка с травы. Но я хочу сказать, что мы должны иметь либо сами разрабатывать, делать свои миокры, проводить научные исследования и опытные работы, либо мы должны делать это совместно. с другими союзниками, которые у нас существуют. И если... Вот посмотрите, что сделал Блинкен сразу после событий 7 октября. Он заявил нам о том, что если вы не позволите гуманитарные коридоры с поставкой гуманитарной помощи в газу, вы не получите от нас новых поставок вооружения. И нам надо закончать с этой практикой, поэтому когда мы закончим эту войну, нам нужно полностью перестроиться. господин Полот, огромное спасибо за это чрезвычайно содержательное и чрезвычайно интересный разговор. Спасибо вам. Убежден, что наши слушатели узнали много нового интересного и полезного. Огромное вам спасибо. Туда ? Огромное ! Огромное